В среду Страстной Седмицы митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл возглавил литургию преждесвященных даров в храме Равноапостольного князя Владимира в микрорайоне Европейский. На архиерейское богослужение собралось множество жителей этого нового района Екатеринбурга. Храм в честь Равноапостольного князя Владимира совсем молодой, однако он уже заполнен жителями микрорайона. Заселяясь в новые дома, люди с радостью обнаруживают рядом храм и приходят сюда с целыми семьями. На службе много мужчин и детей и чувствуется, что жизнь здесь не затихает. Дух этого храма очень помог, наверное, здесь обжиться, в этом районе, потому что мы сюда приехали. И то, что у нас есть храм, очень сильно помогает, причем его видно из окна моего дома. И каждое утро очень приятно наблюдать, как люди сюда стекаются и как звонит колокол. Ребята, с кем вы пришли в храм? Сами! Без родителей? Без! А вы часто сюда приходите? Да. А что делаете? Ну, в храме мы на службе стоим, а я помогаю в артаве. Как вам в этом храме живется? Хорошо. Потому что там часто бывает служба. Вон такой маленький, как будто своя квартирка, а то бывают такие большие храмы, а тут уютненький какой-то, вешалки, столик, хамечки. И большой артарь. А у вас друзья тут есть? А у вас друзья тут есть? А чем вы занимаетесь вместе? Мы гуляем или гуляем во что-нибудь. Ну, потом, после воскресной школы. Да. Детишки стоят на службе тихо, а осознанно малыши тоже проникают с общим духом и не шумят. Ведь идет страстная седмица, когда мы вместе с Господом переживаем его страдания и готовимся вместе с ним к воскресению. Мы уже частично присоединяемся именно к Господнему воскрешению, к моменту, когда именно Он своим поступком помогает нам совершать действия, связанные, собственно говоря, с воскрешением. Поэтому мы очень были рады такому мероприятию, которое именно позволило нам присутствовать и приблизиться немного к Господь Богу. Одно из событий, воспоминаемых на страстной седмице, это повествование о грешной женщине, которая помазала Господа Иисуса Христа драгоценным миром, тем самым приготовив его к погребению. Ее поступок вызвал негодование некоторых учеников. Они говорили, что лучше было бы отдать деньги нищим, чем тратиться на дорогой мир. Однако Господь дает понять, что духовное, божественное важнее земного, материального. Зачем нужно все то, что нужно было бы отдавать Богу, когда можно это было бы отдать другим людям. И очень часто люди, которые все это произносят, на самом деле не стремятся и никогда не сделают того, чтобы отдать свое личное явление для того, чтобы помочь тем же ближним. И никогда не сделают и шага не ступят к тому, чтобы пойти и хотя бы даже не помочь, а хотя бы только посмотреть, как живут эти убогие, бедные, больные люди. Как живут дети-инвалиды или как живут наши брошенные старики в этой жизни. Потому что в душе, но по-настоящему внутри у них совершенно иные цели и задачи. И вот для нас очень важно, для нас с вами, православных людей, очень важно знать, что для нас нужен и необходим Божий дом. И что Господний дом является центром нашей жизни.